Продолжение следует... ...что даст возможность работодателям в одностороннем порядке выходить из коллективного договора. Сегодня Центральный союз профсоюзов принял участие в заседании правовой комиссии, объяснив парламентариям, какими последствиями может грозить внесение поправок в законопроект. Членам комиссии передали аргументы работников, и теперь официальный ответ ожидается в понедельник, в зависимости от которого и будет принято решение о проведении забастовки или отказе от нее. Официально поправки будут обсуждаться в начале следующей недели на заседании правовой комиссии Ригигогу. Сегодня мы стараемся более широко представить картину и возможные последствия того законопроекта, который подготовлен. И я надеюсь, что на следующей неделе станет ясно, какие поправки принимаются и принимаются ли вообще. Профсоюзу настроено весьма определенно. О своей готовности к забастовке прямо заявил профсоюз железнодорожников. Предварительно свое желание об участии в забастовке выразили транспортники и энергетики. Так что в итоге государство и его жители могут оказаться в очень сложной ситуации. Сегодня профсоюз железнодорожников говорит о том, чтобы отставить этот закон, который сегодня действует. И правительство еще одну ошибку делает, что оно вмешивается в то законодательство, в котором само не разбирается. И где социальные партнеры, то есть работодатели и профсоюзы должны договариваться об этом законе. Они делают сами это и ломают сегодня действующее законодательство. Коллективный договор фактически означает наличие льгот и дополнительных бонусов для работников предприятия. Например, оплатывание урочной работы, регулярная индексация зарплат, отпускное пособие, оплата работникам-донорам, выплаты при получении травм на производстве и многое другое. Если работодатель получает все карты в руки и может одним махом в одностороннем порядке лишить работников всех этих договоренностей, то по сути коллективный договор теряет смысл. Однако министр экономики и коммуникации Юхан Парц очень резко отреагировал на новость о возможной забастовке. Я призываю всех к ведению конструктивных диалогов. То, что правительство не готово обсуждать эту проблему, ерунда. Я готов лично встречаться со всеми 24 часа в сутки. Вчера мне звонили энергетики из Нарвы и первое, что они заявили, о забастовке. Давайте сначала обсуждать эту проблему и искать компромисс, а потом уже будем бастовать. Оппозиция также поддерживает профсоюзы, считая, что принятый несколько лет назад закон о трудовом договоре и так наделил работодателей правом, делав все, что они хотят. А если позволить им расторгать коллективный договор в одностороннем порядке, руки работодателей будут развязаны полностью. По замыслу инициаторов поправок, они должны вступить в силу уже 1 марта. Так что возникший конфликт интересов требует немедленного разрешения.